Раки-отшельники – очень интересное создание. Они обладают целым рядом особенностей, которые делают их уникальными. Если вы хотите узнать о них побольше, присоединяйтесь к нам. Раки-отшельники не очень похожи на других раков. Конечно, внешне они похожи, но между ними есть довольно большие различия. Только передняя часть отшельников покрыта твердым экзоскелетом, а задняя часть тела мягкая и уязвимая. Поэтому ракам-отшельникам нужно укрываться в пустых раковинах морских улиток. Однако лишня более крупная, так как ею они закрывают вход в раковину от врагов. По мере своего роста отшельники вынуждены искать все новые и новые раковины. Если новый дом будет сочтен подходящим, отшельник быстро перебирается из одной раковины в другую. Было замечено, что иногда отшельники выстраиваются в очередь по размеру, когда где-то появляется новая раковина. Все ждут, пока самый крупный рак переберется в новую раковину, а каждый последующий получает раковину предыдущего. Благодаря этой гениальной стратегии каждый рак получает новый дом. Когда отшельники умирают, они выделяют своего рода феромон, который предупреждает других отшельников о том, что поблизости освободилось новое жилище. Как вы поняли, есть наземные раки-отшельники и водные. Оба вида дышат жабрами. Водные получают кислород из воды, а сухопутные живут недалеко от берега, чтобы их жабры все время оставались влажными. Несмотря на свое название, раки-отшельники не одиночные существа. Они общительны, часто живут большими колониями, спят вместе и даже могут сотрудничать в командах, чтобы найти пищу. Вы знали, что раки-отшельники могут издавать звуки? Можно сказать, что они щебечут, когда чем-то расстроены или чувствуют себя раздраженными. В мире существует около 500 различных видов раков-отшельников. По внешнему виду они очень разнообразны. Есть полосатые, пятнистые и даже пушистые. Какие раковины нравятся ракам-отшельникам? Абсолютно любые. Главное, чтобы они были просторные и не слишком тяжелые. Есть даже вид отшельников, который живет в трубчатых раковинах лопотоногих моллюсков. Самая яркая особенность этого животного – его клешня в форме щита, которая позволяет ему плотно закрывать вход в раковину. Эти раковины прямые, поэтому данные виды отшельников с эволюцией развили ровное брюшко. Некоторым ракам-отшельникам недостаточно найти хороший дом, в котором можно спрятаться. Поэтому они развивают дружеские отношения с другими живыми организмами. Одни помещают на раковину губок, которые постепенно обрастают вокруг раковины. Другие перемещают на раковину морских анимонов. Их жалящие щупальца помогают отпугивать хищников. А когда рак меняет раковину на новую, он снимает анимон со старой раковины и пересаживает на новый дом. Раковин катастрофически не хватает, поэтому отшельники находят защиту в том, что нашлось в море или на берегу. Например, подбирают скорлупу плодов, полые деревянные коряги и даже пористые известняковые породы. Другие нашли гораздо лучшее решение. Они просто вставляют свои тела в и морские анимоны. Во-первых, это защита легкая и мягкая. Во-вторых, по мере роста рака растет и его защита. Наконец, жалящие щупальца морских анимонов являются сдерживающим фактором для хищников. А есть некоторые виды раков-отшельников, у которых вообще нет раковины. Они всю жизнь укрываются в полостях кораллов. Как видите, раки-отшельники очаровательные существа, за которыми интересно наблюдать. Поэтому неудивительно, что многие люди заводят их в качестве домашних животных. Однако им сложно выжить в стеклянном аквариуме. Здесь они умирают в течение года, хотя в природе эти ракообразные живут более 30 лет и играют важную роль в экосистеме. Они санитары, избавляющие природную среду от органического мусора и поддерживающие чистоту океанов. Мы призываем вас ответственно подходить к выбору питомца и наблюдать за раками-отшельниками только в дикой природе.